Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск новостей в студии Михаил Ермоленко. О главных событиях прошедшей недели расскажем через минуту. Вшествие парадных расчетов Вооруженных сил России, силовых структур, ветеранских, патриотических, общественных организаций, военных учебных центров и кадетских классов. В Самаре на площади Куйбышева прошел парад памяти. История для будущего. Информационный фронт. В Самаре прошел масштабный историко-просветительский форум Российского военно-исторического общества. Покажем работу всех площадок. От ответственности уйти не удастся. В Самаре возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Пройти диагностику и выявить патологии на ранней стадии. Самарский областной онкодиспансер на средства национального проекта здравоохранения дооснащают оборудованием экспертного класса. В Самаре на этой неделе прошел масштабный тематический форум «История для будущего», организованный Российским военно-историческим обществом при поддержке Министерства просвещения. Для форума в Самаре, который стал шестым в цикле, избран под заголовок «Информационный фронт», поскольку именно сейчас наиболее остро стоит вопрос информационной безопасности страны и ее граждан. Для гостей и участников форума, среди которых выдающиеся политики, философы, историки, педагоги, деятели искусства и военные корреспонденты, были запланированы несколько панельных дискуссий, пленарные выступления, лекции и творческий вечер. Подробнее в нашем материале. Как научиться разоблачать фейки и фильтровать лживую информацию? Какие есть технологические аспекты информационной безопасности? И что сегодня может сделать каждый на информационном фронте, чтобы успешно противостоять западному образу современности? Обо всем этом говорили участники пленарного заседания форума «История для будущего». Почетные гости, среди которых губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, военный эксперт Михаил Ануфренко, писатель Дмитрий Пучков и другие, дискутировали про информационное противостояние агрессии извне и о работе по патриотическому воспитанию. По словам губернатора, меняющееся время и новые угрозы диктуют и новые подходы, методы и даже язык общения. Я уверен, что форум даст очень мощный импульс на самом деле организации настоящего информационного фронта. Сегодня в отношении нашей страны, в отношении нашей истории совершенно точно ведется настоящая информационная война. И мы должны объединиться, мы должны каждый внести свою лепту, чтобы и в этой войне победить. Также участники пленарного заседания отвечали на вопросы из зала, в котором собралось много школьников и студентов. Молодые люди задавали вопросы и сами активно участвовали в обсуждении. Молодым людям четко доносится информация, как отличить фейки от нефейков. В наше время это достаточно очень важно и очень значимо. Надо именно знать историю, чтобы не повторить ошибки погношевого и точно знать, что с опорой на историю нужно идти вперед. Организаторами форума выступило военно-историческое общество при поддержке Министерства просвещения России в рамках нацпроекта образования. Цикл «История для будущего» задуман как статусная экспертная площадка для обмена мнениями по проблемам информационной безопасности, формирование устойчивых патриотических моделей реакций на информационное давление стран Запада и поддержка критически мыслящей молодежи в ее стремлении к правде в информационном пространстве. Этот форум нужен, этот форум крайне своевремен. Я очень надеюсь, что он и в дальнейшем будет проходить в других городах, в нашем городе, но и будут создаваться подобные площадки. Открылся форум с выступления российского блогера и публициста Дмитрия Пучкова. Он пообщался с аудиторией на тему возросшего количества недостоверной информации в интернет-пространстве и о борьбе с ее распространением. С моей точки зрения это должно быть поставлено на поток. Вот поступил некий, так сказать, вброс, и все возбудились, завыли, захрипели, забились в истерике. Он именно для этого и предназначен. Ну так надо немедленно пояснить, что такое на самом деле. Это нельзя оставлять без внимания. После обеда гости могли познакомиться с работой трех секций. На одной обсуждали сопоставление реальности и виртуальности. На площадке традиции современность обсуждали, как массовая культура транслирует различные образы во всех форматах, какие модели и образцы предлагает и что нужно сделать, чтобы не поддаться этому влиянию. А на лекции «Современная против настоящего» культуролог Алексей Чедаев рассуждал о том, что такое современность и почему информационные технологии стали оружием. В информационном пространстве, в информационном потоке люди обсуждают новости и вырабатывают свое к ним отношение. Но то, насколько это получается, побеждать в этих информационных битвах, зависит от того, насколько у тебя прочная и устойчивая картина мира, система ценностей. Встреча в Самаре стала уже шестой в рамках форума «История для будущего». В течение года конференции прошли в Калининграде и Екатеринбурге и были посвящены различной тематике. Образы Петра I и Александра Невского, последние месяцы СССР и новый взгляд на будущее страны. Завершится цикл в Москве 22 ноября и будет приурочен к столетию образования Советского Союза. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров, Сергей Баскин. События. В связи времен и поколений. В понедельник в Самаре состоялся традиционный парад памяти. Самый масштабный всероссийский патриотический проект. Он посвящен военному параду 7 ноября 1941 года в городе Куйбышеве, запасной столице СССР в годы Великой Отечественной войны. Парад памяти прошел уже в 12-й раз. Какие традиции соблюдаются и что нового принесли организаторы в этом году, расскажет Андрей Горгуленко. Как и 81 год назад, площадь Куйбышева принимает участников парада. Тогда, в ноябре 1941-го, по площади маршировали и сразу отправлялись на фронт более 25 тысяч бойцов Красной Армии. Сегодня солдаты, сотрудники внутренних служб и кадеты, которые чтут память своих предков. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи, генерал-майор! Поздравляю вас после первой годовщины военного парада! Полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина сначала возложили цветы к памятному знаку, установленному в честь исторического парада, а затем обратились к участникам. Сегодня мы отдаем дать памяти и благодарим каждого, кто своим подвигом защитил и прославил нашу страну. Их отвага, верность долгу и патриотизм – пример для нас. Образительство подражания и воспитания наших детей и внуков. Память о тех, кто нас предстоял за каждую улицу, каждый дом, каждый рубеж отчизны. Наш парад памяти действительно народный. Он объединяет людей всех поколений. Это символ народного единства, символ нашей стойкости и веры в победу. Сегодня крайне важно, чтобы мы помнили, за что сражались и погибали наши отцы, деды и братья. По сложившейся традиции парад памяти начался с исторической части. В форме времен Великой Отечественной войны по площади первыми прошли студенты военноучебного центра Самарского государственного технического университета. Вслед за ними по площади Куйбышева проехала восстановленная техника, мотоциклы, машины, газ, бронеавтомобили, танки Т-60 и Т-70. Их предоставили частные коллекционеры, музеи, военно-патриотические и исторические клубы. С каждым годом география участников парада расширяется. В этом году участие в нем приняли все регионы Приволжского федерального округа, а также впервые гости из Дагестана и Донецкой Народной Республики, юнормейцы города Снежное, с которым Самарская область, первая из регионов России, заключила соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи. Затем по площади маршировали курсанты военных кафедр, ученики кадетских школ, воспитанники военно-патриотических клубов и участники движения «Юнармия». Всего в параде памяти приняли участие 106 расчетов. Это более 8 тысяч человек. Среди них были и участники специальной военной операции, и бойцы, которым только предстоит отправиться в зону боевых действий для защиты мирных граждан и территориальной целостности России. Завершался парад памяти, как и в 1941 году, демонстрации трудящихся. Более 10 тысяч человек прошли по площади в колонны представителей предприятий, учреждений образования и здравоохранения, городов и районов Самарской области. Колонну администрации Самары возглавляла глава города Елена Лапушкина. Сегодня пойдут трудовые коллективы, сегодня пойдут наши активные жители, они пойдут в рамках демонстрации трудящихся. Просто люди действительно не могут остаться в стороне и принимают участие в этом замечательном событии, таком важном для Самары, да я думаю, не только для Самары. Сразу после парада для многочисленных участников и гостей были доступны интерактивные выставки. В одной палатке были представлены стенды про исторический парад 7 ноября 1941 года, а в другой участники поискового отряда демонстрировали уникальные предметы той эпохи – находки с мест сражений. Это вот та материальная часть, то история, которая была, на которой можно докоснуться и посмотреть, и понять, почувствовать именно то, что происходило во времена Великой Отечественной войны. Также гости могли подкрепиться блюдами полевой кухни и поближе рассмотреть технику, которая участвовала в параде. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. В областной столице продолжают актуализировать схемы теплоснабжения и повышают качество подачи тепла в дома. В этом году было принято решение изменить схему подачи тепла в Куйбышевском районе, построив две котельные и подведя к ним теплосети. Таким образом решится проблемный вопрос с отоплением ряда частных домов, а также многоквартирных строений на 116-м километре и в 25-м квартале. Строительство одной из котельных уже завершено. В минувший четверг объект осмотрели глава города Елена Лапушкина и первый вице-мэр Владимир Василенко. Подробности в репортаже Ольги Павловой. Строительство двух новых котельных позволит подключить потребителей на новый теплоисточник и повысить качество предоставляемых услуг. Такой объем инвестиций в переоборудование теплосетей стал возможным благодаря переходу в 2020 году на модель «Альткотельная». Работы по проектированию одной из котельных мощностью 1,5 мегаватта на улице Трубной начались весной, а уже в мае этого года специалисты приступили к строительству. На сегодняшний день объект полностью оборудован и готовится к сдаче в эксплуатацию. Котельная полностью автоматизирована, то есть диспетчера здесь и нет. Она полностью выведена на пульт диспетчера, который обслуживает несколько таких котельных по городу Самаре. После завершения оформления всех документов она запитает часть многоквартирных и частных домов, расположенных на улицах Трубной, Ржевской и Ильтонской, за железнодорожным переездом. Стоит отметить, что параллельно в Куйбышевском районе города ведется строительство второй, более мощной котельной. К ней подведут теплосети, которые смогут отапливать дома на 116-м километре и 25-м квартале. Работы ведут с Департаментом городского хозяйства и экологии совместно с ресурсоснабжающей организацией. У нас схема теплоснабжения изменена, одна котельная сдана, уже стоит под нагрузкой. Абсолютно новое оборудование, что особенно радует. На 99 с лишним процентов это оборудование российское, здесь практически нет импортного оборудования. Жители будут получать стабильное, хорошее тепло без всяких проблем. Строительство этого объекта позволит обеспечить теплом порядка 40 домов, в которых проживают более 239 жителей Куйбышевского района. К слову, именно они просили решить давно наболевший вопрос с отоплением. И он был рассмотрен в кратчайшие сроки в результате эффективного взаимодействия администрации городского округа Самара и ее структурных подразделений для решения задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства. После того, как все документы будут проверены и утверждены Ростехнадзором, дома будут переподключены к новому теплоисточнику. Ольга Павлова, Константин Головин, События. Самарский областной онкодиспансер дооснащают оборудованием экспертного класса. Это происходит в рамках реализации нацпроекта здравоохранения. Благодаря поставкам новой аппаратуры появилась возможность проводить диагностические исследования на еще более высоком уровне, что в свою очередь позволяет выявлять патологии на ранней стадии. Подробности у Светланы Тимофеевой. Ирина Колпакова готовится к повторному контрольному обследованию в Самарском онкоцентре. Полгода назад ей успешно удалили полипы в кишечнике, которые могли перерасти в злокачественные. Сегодня женщина чувствует себя хорошо. Все прошло без осложнений. Жалобы, в общем-то, прекратились. К счастью, он полип был доброкачественной природой. Счастливая случайность. Или наоборот, счастье. Самарский областной онкологический диспансер в рамках нацпроекта получил самое современное эндоскопическое оборудование, которое позволяет проводить диагностические исследования, в том числе и патологии желудочно-кишечного тракта на еще более высоком уровне. За счет аппаратуры такого класса улучшается качество диагностики, улучшается и расширяется сложность операций. Кроме этого, достаточное количество эндоскопов, которые мы смогли приобрести, позволило нам где-то на одну треть за последние полтора года увеличить ежедневный поток пациентов. Ежедневно врачи эндоскопического отделения обследуют от 80 до 100 человек. Это стало возможным за счет того, что теперь новая аппаратура с высоким качеством изображения стоит в шести кабинетах, и пациента гораздо меньше ждут своей очереди. Всего в эндоскопическое отделение поступило более 20 единиц оборудования. Обследование проводится на аппаратуре с высокой четкостью изображения. Мы можем там, используя вот эти эндоскопы, применять уточняющие методики, осмотр в узком спектре света, осмотр с увеличением, что позволяет детализировать даже минимальные изменения слизистой оболочки и выявлять предопухолевую патологию и опухолевую патологию на ранней стадии. По статистике, колоректальный рак остается вторым по распространенности видом онкологических заболеваний в Самарской области. Высокий показатель, в первую очередь, обусловлен поздним обнаружением. Новая аппаратура позволяет выявлять патологические очаги на ранней стадии. Своевременно выявлены колоректальный рак излечим, и при постановке раннего диагноза 9 из 10 пациентов могут быть спасены. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События. В Самаре возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Несколько дней назад в одном из дачных массивов Кировского района областного центра от рук человека пострадали собаки. Подробности в следующем материале. Ведврач клиники сказал, что спасти собаку было нельзя. У него полностью были раздроблены задние лапы и пробиты легкие. Елена Горячева с трудом сдерживает слезы, когда рассказывает о собаке, которая жила в их семье. В пса по кличке Бой несколько раз выстрелили из винтовки. Мы с мужем находились дома. Мужу позвонил на телефон один из жителей нашего массива со словами «подстрелили Боя». Муж выскочил, побежал, прибежал. Когда он сюда прибежал, Бой был ранен. Первыми нашли его люди, у которых участок буквально за вагончиком. Пес Бой поселился в семье Елены Горячевой после того, как прежний хозяин собаки из-за тяжелой болезни был вынужден продать свой участок в дачном массиве. Бой вместе с мужем Елены продолжал охранять территорию СМТ и, по словам женщины, никогда не проявлял агрессии к людям. Получив ранение, он попытался скрыться в будке за вагончиком охраны. Здесь прятался Бой после того, как подстрелили ему сначала задние лапы. Я так понимаю, что уже по корпусу легкие пробили непосредственно здесь, здесь же зацепили Рекса. Расправа над животными, которые жили в одном из дачных массивов в Кировском районе Самары, попала на камеры видеонаблюдения. От рук людей пострадали три собаки – пёс Бой, его напарник по охране Рекс и, возможно, Шерри. Бой у медики были вынуждены усыпить. Рекс несколько дней скрывался на территории СМТ, но потом вернулся к людям, которые отвезли его в ветеринарную клинику. Шерри ищут до сих пор. Сотрудники правоохранительных органов ведут своё расследование. По данному факту проведён комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых установлены предположительно лица, совершившие данное преступление. По данному факту 1 ноября 2022 года возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом Б, части 2 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации. Статья 245 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание за жестокое обращение с животными, в том числе и лишение свободы на срок до 5 лет. Светлана Тимофеева, Василий Колдашов. События. В текущем году в Самарской области зафиксировали 160 пожаров по причине неисправного печного отопления. Нарушение правил использования электроотопительного оборудования привело к 20 возгораниям. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Самарской области. Во время сезонного похолодания жители активнее применяют отопительные электроприборы, которые порой не готовы к повышенной нагрузке. В сельской местности причиной возгорания может стать неисправная печь. Чтобы избежать пожаров, сотрудники службы регулярно проводят с жильцами многоквартирных и частных домов инструктажи, проверяют состояние электронагревательных приборов, печей и каминов. Самарский музыкант Владимир Громов записал песню про троллейбус в необычной коллаборации. В нее решили включить звуки настоящей рогатой машины. Наша съемочная группа наблюдала за процессом создания композиции. Неужели это жизнь быть привязанным? Ладно, пусть свое гнут. Самарский журналист и энергетик Владимир Громов записывает песню в необычной коллаборации. В создании нового произведения ему и его друзьям помогает и дирижер Самарского муниципального концертного духового оркестра, и представитель департамента транспорта администрации Самары и муниципального предприятия трамвайно-троллейбусное управление. В муниципальном общественном транспорте работник Самарской энергокомпании Владимир Громов ездит часто. При этом особенную любовь по профессиональным причинам он испытывает именно к электротранспорту, который считает очень даже романтичным. Рассказывает, что его друг сделал предложение своей девушке именно в троллейбусе, и скоро у них серебряная свадьба. Это лавстори с хэппи-эндом, собственный опыт поездок в самарских троллейбусах и юбилейная дата привели к тому, что Владимиру пришла мысль написать песню на стихотворение Роберта Рождественского «За тобой через года». В этом тексте лирический герой сравнивает с троллейбусом свою привязанность к любимой, поэтому всегда должен крепко держаться за провода. Написав музыку, Владимир Громов получил официальное разрешение дочерей легендарного советского поэта на использование текста. В социальных сетях наткнулся на текст Роберта Рождественского 1962 года. И мы вот с моим другом Евгением, он здесь ходит записывать звуки, решили сделать по этому поводу песню в жанре советского диска. И в процессе изготовления этой песни мы вдруг с Евгением узнаем, что у нашего троллейбусного управления в этом году юбилей. Так лирическое признание в любви к своим женам гармонично совместилось у самарских музыкантов с посвящением юбилейной дате. 6 ноября самарский троллейбус отметил свое 80-летие. Чтобы песня получилась более реалистичной и живой, авторы проекта попросили разрешение включить в нее звуки настоящего работающего троллейбуса. И для этого отправились в троллейбусное депо номер один, где встретились с водителями рогатых машин с дирекцией транспортного предприятия и руководством профильного городского департамента. Больше звук такой, какой-то физический, что ли такая, как физика. Это электромагнитные излучения, которые идут, они сейчас с помощью вот этой вот коробочки записываются сюда. И микрофоном записывается то, что происходит в салоне, в звуке салона. А потом это, если это вместе наложить, немножко нарезать, это можно использовать уже в качестве мостального материала. Вот только что со специальным оборудованием звукоснимающим были записаны звуки, которые издает вот сам включенный работающий троллейбус. Они будут там как-то смикшированы, смонтированы, потом положены вот на основную мелодию и на слова, и будет вот у нас такая песня. И вот все жители города ее в подарок получат. Мало у кого вызывает ассоциация при виде на троллейбус, что дай-ка я о нем спою, но у нас получилось именно так. Работа над записью песни еще не завершена, однако голос троллейбуса уже накрепко вписан в ее музыкальное полотно. И у коллектива ТТУ на будущий трек уже складываются большие планы. Можно ее использовать на конкурсах, которые мы там проводим. Можно даже выдержки из этих песней, куплета там разместить в наших трамваях и троллейбусах, чтобы она на какие-то там праздники играла. Поймать звук троллейбуса – только часть творческого процесса. Предстоит завершить работу над записью вокала, аранжировкой, сведением. Высокое качество будущего трека гарантировано тем, что партия ТРУБЫ для него исполнена дирижером Самарского муниципального концертного духового оркестра Сергеем Рыбиным. Я всю жизнь в обнимку с ТРУБОЙ живу, поэтому для меня ничего нового в этой коллаборации нет. Это не первая песня, которую мы с Володей Громовым записываем. Мелодия и музыка, и гармония, и аранжировка, которые были написаны к этим словам, они только, мне кажется, подчеркивают вот это вот энергетическое естество. Для того, чтобы песня получилась на славу и ушла, как говорится, в народ, осталось сделать завершающие штрихи. Было легко. Ну, текст вообще хороший. И Володя тоже хороший человек с ним. Работать приятно. Очень быстро мы это все сделали. Запишем еще бэк-вокалы. Думаю, дня через два-три, да, и... Недели две, думаю, уже будет готовая песня. В то время, когда в других городах страны троллейбусное движение закрывается, в Самаре прикладывают все силы и возможности, чтобы общественный транспорт развивался, техпарк пополнялся модернизированными машинами, которые не только используются для комфортной перевозки пассажиров, но и, как выяснилось, дают стимул к творчеству. Ухвачусь за провода руками долгими, буду жить всегда-всегда твоими токами. Светлана Кудрявцева, Ксения Баканова, Константин Головин. События. В ближайшие дни в Самарской области ожидается резкий скачок атмосферного давления, сообщают синоптики. Жители региона могут испытывать недомогание и головную боль. Давление начнет падать 13 ноября и опустится с 751 до 738 мм ртутного столба во второй половине дня. В понедельник оно стабилизируется, а во вторник 15 ноября окончательно придет в норму и достигнет 749 мм ртутного столба. Специалисты рекомендуют людям с хроническими заболеваниями уделить особое внимание организму в этот период, чаще выходить на улицу и дышать свежим воздухом, меньше нервничать и больше отдыхать. Это были главные события за неделю. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в Телеграм-канале и на наших страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Оставайтесь в курсе событий. Всего доброго, хороших выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова